У Бахадыра Абдумаликова цветочный магазин Джалабадир. Работает по патенту и справно перечисляет средства и в соцфонд. «С оплатой патента не опаздываем. Платим срок. Чаще всего даже на три месяца вперёд, потому что понимаю, что своевременный сбор налогов важен прежде всего для развития нашей страны». И если по итогам прошлого года служба значительно перевыполнила установленный план, то эта динамика сохраняется и в этом году. То есть, рост поступлений налогов в бюджет страны сохраняет устойчивую тенденцию. 54,5 миллиарда сумм в виде налогов и страховых взносов. План перевыполнен на 1,3 миллиарда. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то этот показатель больше на 8 миллиардов. А достичь таких результатов ГНС удалось прежде всего за счёт цифровизации налогового администрирования и внедрения контрольно-кассовых машин. «В начале 2022 года активных ККМ в стране было около 35 тысяч, а на сегодняшний день около 55 тысяч ККМ-аппаратов. За счёт того, что в прошлом году государственная налогослужба предоставляла налогоплательщикам бесплатные ККМ. Также есть госбанки, которые тоже в свою очередь предоставляют бесплатные ККМ-аппараты». А чтобы создать условия для добросовестной конкуренции и сократить теневую экономику, президент Садыр Джапаров подписал соответствующий закон. Так, например, будут списаны налоговые задолженности субъектов, пострадавших в результате вооружённого конфликта на кыргызско-таджикской госгранице. «Были предусмотрены послабления тем субъектам, кто будет применять контрольно-кассовые машины, то есть до 8 миллионов ноль, а также для субъектов единого налогового режима порог повысили до 50 миллионов сомов, где они могут осуществлять свою деятельность со ставкой 0,5 или 1%. Никаких новых налогов не было введено, наоборот, введены послабления, в частности для рынков, а также субъектов малого среднего предпринимательства». При этом установлены ставки единого налога в размере 0,1% налога для предпринимателей на рынках, годовой оборот которых не превышает 100 миллионов сомов. А ещё резиденты парка высоких технологий освобождены от обязанности налогового агента в отношении иностранной организации, оказывающей услуги, местом поставки которой является Кыргызстан.